МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сказочная палитра. В Чебоксарах проходит второй межрегиональный фестиваль национальных тюзов. Работа региональных властей будет оцениваться по новой методике. Изменения вступят в силу с начала следующего года. Какие показатели учтут при составлении рейтинга лучших регионов, обсудили сегодня члены правительства. Об этом и других вопросах повестки дня в сюжете Дмитрия Ковалева. Оценивать работу органов власти с начала следующего года будут по более чем 20 показателям. Все они прописаны в недавно опубликованном указе президента страны Владимира Путина. Глава республики отметил, что это стратегический документ. Поручение правительства Российской Федерации утвердить в трехмесячный срок методику оценки эффективности деятельности органов виснованной власти и субъектов Российской Федерации по повышению уровня социально-экономического развития. Методику оценки эффективности деятельности органов виснованной власти и субъектов Российской Федерации по достижению высоких темпов наращивания экономического налогового потенциала территории. Это каждого из нас касается. Самый главный ключевой показатель – оценка населением работы вообще с вопросами, которые касаются органов власти. В список получателей грантов правительства по итогам работы за прошлый год республика не попала. Руководитель Минека отмечает, что главная причина этому – снижение доходов. Оценивались три года, то есть это 14, 15 и 16. Это последний рейтинг. В 2014 году у нас показатели по собственным доходам были на уровне 104%. В 2015 году в связи с кризисным явлением мы немножко просели, и показатель был чуть больше 100, около 101%. Но сегодня, в 2016 году ситуация исправилась, темп роста собственных доходов – 111%. Интегрированный показатель – это около 105%. Он недостаточно для того, чтобы, поскольку еще раз он весомый самый, мы вошли в число лидеров по достижению лучших показателей эффективности деятельности. Новая методика, считает министр, будет оценивать работу властей более объективно. И у республики появятся шансы занять лидирующие места. И еще одна важная новость – республика получит более 600 миллионов рублей от Минстроя России. На какие это объекты? На два детских дошкольных образовательных учреждения в городе Чебоксары. Это Новый город, это соляной микрорайон, где на самом деле жители поднимали. Практически с учетом новых санпин требования создадутся дополнительные места для детей. Кроме этого, три дороги в микрорайоне. Это Солнечный, 14 микрорайон, это Ново-Южный район, улица Асламаса, это мы сами представляли. И Новый город. Наши обязательства не следующие. Мы в этих микрорайонах должны строительство жилья обеспечить в воде 235 тысяч квадратных метров жилья. Члены Кабмина внесли и корректировки в госпрограмму развития жилищного строительства. Мы увеличим объем финансивной госпрограммы на 1,8 миллиарда рублей. Можно сказать, произошел скачок по выдаче ипотечное корректирование в целом по республике на 26,5%. Что, соответственно, привело и к увеличению показателей на 800 миллионов рублей. Довольно-таки значительное изменение. В Доме правительства обсудили и планы по созданию республиканского IT-кластера. Сейчас будущая ассоциация проходит госрегистрацию. На союз специалистов возлагают большие надежды. Он должен повысить фразы конкурентоспособность отечественных информационных продуктов. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Госсовет Чувашии принял в первом чтении бюджет республики на 2018 год и на период до 2020. Основные споры развернулись вокруг доходов и расходов на предстоящий год. Основные параметры казны на 2018 – доходы 43 миллиарда рублей, расходы практически столько же. Вице-премьер министр финансов Светлана Янилина уточнила, более конкретные цифры появятся, когда станут известны объемы безвозмездных поступлений из федерального бюджета. В целом расходы распределяются так. Порядка 30 миллиардов рублей предусматривается на социально-культурную сферу. На жилищно-коммунальное хозяйство в 2018 планируется направить более 900 миллионов рублей. Продолжится реализация мероприятий в рамках проекта президента России Владимира Путина по формированию современной городской среды. На эти цели предусматривается около 280 миллионов рублей. Отдельно Светлана Янилина остановилась на госдолге. Сегодня он сократился до 54% к собственным доходам республики и составил 14,2 миллиарда рублей. Это результат планомерной работы последних семи лет. Впрочем, оценили его не все. Депутат от «Справедливой России» Игорь Маляков усомнился в целесообразности сокращения госдолга. Дескать, все равно в этом году премиальных за достижение наивысших темпов налогового потенциала республике не дали. Мордовия, которая имеет уровень долга 167%, она получила поощрение, а мы не получили. Как вы вот это объясните? Действительно, сегодня государственный долг у Мордовии – это более 40 миллиардов рублей. Это 176% к собственным доходам. Как я уже говорила, на последней сессии аналогичный вопрос вы задавали. Соответственно, это в последующем повлияло на объем дотации 2017 года. По Мордовии объем дотации на 2017 год уменьшен на 30%. При этом в Чувашской республике объем дотации на текущий год увеличен на 38,7%, то есть на 2 миллиарда 460 миллионов рублей. Кроме того, такой большой долг требует достаточно серьезных расходов на обслуживание. Если сравнивать и Республику Мордовию, то в 2016 году на обслуживание госдолга потратила 2 миллиарда 299 миллионов рублей. То есть 2 миллиарда 299 миллионов рублей потратила на обслуживание государственного долга Республика Мордовия. Если сравнивать расходы бюджета Чувашской республики в 2018 году, это равно практически расходам на инвестиционные цели за счет собственных средств. То есть мы ничего не должны были строить в 2016 году, если по такому принципу идти, который вы предлагаете, а все деньги тратить только на обслуживание долга. И для сведения также хочу сказать, что мы в прошлом году на обслуживание своего долга потратили 187 миллионов рублей. Жить одним днем, не просчитывая расходы на перспективу, сегодня по меньшей мере безответственно. Поэтому коллеги по депутатскому корпусу финансовые идеи Игоря Малякова не поддержали. Старейшая в этом созыве парламентарий Елена Бадаева припомнила, что Игорь Юрьевич уже 19 лет выступает против предлагаемых бюджетных проектов. И посоветовала ему самому озаботиться наполняемостью казны. Я бы предложила Малякову, в конце до концов, заняться хотя бы, попробовать бизнесом. Почему мы занимаемся? Почему? В прошлом году наше предприятие с моего кулака выплатило бюджет, знаете, сколько налогов, в какой сумме? 137 миллионов. Это же надо заработать, это же надо трудиться. Почему вы не идете строить хотя бы маленький цех? Почему вы не доказываете, что вы способны? Вы почему не говорите, вот источник, где можно находить дополнительную прибыль для пополнения бюджета республики. Вы же не идете никуда. Обсудили и предполагаемые расходы дорожного фонда Чувашия. На 2018 год они запланированы в сумме 3,6 миллиарда рублей. Около 70% средств будут распределены между районами республики на поддержку местных дорог. При формировании бюджета большое внимание уделялось развитию муниципалитетов. Общий объем межбюджетных трансфертов на 2018 год более 15 миллиардов рублей. Напомним, документ рассмотрен в первом чтении. Окончательно все параметры республиканской казны предстоит утвердить до 4 декабря. Елена Гальпельна, Александр Петров, Республика. И возвращаясь к теме государственного долга. Ежегодно при принятии бюджета контрольно-счетная палата Чувашии в обязательном порядке готовит заключение на проект. Это неотъемлемая часть работы над параметрами республиканской казны. Особое внимание уделяется размерам госдолга, как того требует бюджетный кодекс. Государственный долг Чувашской республики находится на безопасном уровне. Почему к такому выводу пришла контрольно-счетная палата? Потому что его соотношение к валу регионального продукта составляет 5%. И надо, конечно, понимать, что если мы будем наращивать государственный долг, то, соответственно, будут расти и расходы. Исходя из всех цифр, которые мы видим в 2018 году, на обслуживание государственного долга республика потратит чуть более 1% бюджетных средств. Поэтому это тоже приемлемая, наверное, цифра или процент. Потому что, еще раз повторюсь, любое наращивание государственного долга следом приведет к тому, что и вырастут расходы. Поэтому я думаю, что этот размер, он оптимален и по соотношению к собственным доходам, которые сегодня собирает на собственные доходы бюджета. И, соответственно, в части именно сумма по его обслуживанию. Наркозависимость То есть общее количество лиц, которые потребляют наркотики, и уже установлен диагноз синдром зависимости от наркотиков, составляет 2640 человек. Я хочу сказать, что в нашей республике ситуация относительно стабильная, и имеется тенденция к оздоровлению этой ситуации. Потому что по сравнению с прошлыми годами идет уменьшение числа лиц зарегистрированной службы. Самостоятельно за лечением обращаются немногие. Осознание проблемы – процесс сложный. Чаще всего наркозависимых приводят в больницу родственники, либо доставляют правоохранительные органы. В республиканском наркодиспансере мы встретились с людьми, которым удалось справиться с пагубной привычкой и спасти свою жизнь. Я понял просто, мне одеваться уже было некуда, мне просто я был на грани жизни и смерти. Когда я сильно болела, у меня была болезнь, я пошла в больницу, и мне сказали, что кашель у меня и нет этого вызова. Я пошла потом проверяться, сдала все анализы, мне сказали, что я наркозависимый. Позвонили родителям, родители в шоке были, родители все время меня не понимали, я почти с ними не разговаривала, была коронным ребенком. В России в соответствии с законодательством есть возможность обязать человека пройти диагностику и лечение от наркозависимости. С молодым человеком по имени Дмитрий так и произошло. Лечиться его обязали, а осознание того, что это единственный выход для продолжения нормальной жизни, пришло чуть позже. Пропали припады настроения, стал проще воспринимать мир, отношения улучшились с родителями. Да в целом стал более продуктивным, перестал тратить время на ненужные вещи, да и в целом для отношений. Если они проходят все этапы лечения, то 63% возвращаются к жизни. Если, да, к нормальной жизни. Поддерживающая терапия, которую нужно проходить бывшим пациентам наркодиспансера, очень важная составляющая их новой жизни. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле, каждый колосок, речка, небо голубое. Это все мое, родное, это родина моя. Всех люблю на свете я. Рецепты специалистов просты. Для того, чтобы не попасть в зависимость, нужно быть активным, заниматься учебой, заниматься творчеством, заниматься спортом, любить себя и своих близких. И самое главное, чтобы никогда не кусать локоть, помните, что есть путь в никуда, когда перечеркнется все. И лучший вариант этого пути в никуда может завершиться на кладбище, тогда все вздохнут спокойно. Но это жалко. А другой – это причина – инвалидизация, болезни, ВИЧ-спит, туберкулез, тюрьма и больничная койка. Поэтому обращайтесь к жителям нашей республики, берегите себя и берегите своих детей. Татьяна Трофимова, Сергей Адушкин, Арена Гавилян, Республика. 27-й международный оперный фестиваль завершился. Последний вечер – возможность вновь увидеть на сцене артистов, которые в течение нескольких дней радовали зрителей своим мастерством. Что больше всего понравилось зрителям, расскажет Юлия Важенина. Четыре вечера подряд все любители и ценители оперного искусства собирались здесь, в Театре оперы и балета. Евгений Онегин – любовный напиток, регалетто, тенора 21 века. В самом ярком культурном событии осени приняло участие около 600 артистов. А завершился фестиваль традиционным галоконцертом. Зрители заранее собираются в фойе, смотрят фотоотчеты фестивальных дней, делятся впечатлениями. Традиция такая, что каждый год мы посещаем оперный фестиваль и стараемся попасть на галоконцерт, так как это является как-то итоговым выступлением, собраны все приезжие наших гостей, поэтому нам очень нравится. В этом году фестиваль начался с оперы Евгений Онегин, и это, пожалуй, лучший подарок всем поклонникам жанра. Чайковский сумел передать все тонкости сюжетной линии. Тоску, одиночество, безудержную грусть, философские размышления о смысле жизни. Убедиться в этом собралось много ценителей. В день открытия фестиваля в зале «Яблоку негде было упасть». Италия, Румыния, Греция, Канада и Китай, солисты известных музыкальных театров из разных стран мира радовали любителей оперы все дни фестиваля. Вчера было регалетто, очень понравилась опера и солист, главный персонаж, очень колоритный, очень голосистый, вот прям яркий запомнился Александр Краснов. Понравились цинора 21 века и любовный напиток смотрели. Нисколько не уступали в мастерстве и наши вокалисты. А есть ли вообще любимчики среди наших исполнителей? Конечно, конечно, Снегирев, вот прям сейчас с удовольствием буду его слушать, Фенагентова, Вильдяева. Дон Жуан, мадам Батерфля и царская невеста, богема, русалка. Галоконцерт – прекрасная возможность услышать отрывки разных произведений. Так завершились пять вечеров, заполненных прекрасной музыкой. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, «Республика». Неограниченные возможности. В Чебоксарах прошел чемпионат России по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. За медали первенства страны боролись лучшие теннисисты из 14 регионов. О соревнованиях людей, сильных духом, постоянно преодолевающих боль и отчаяние в репортаже Рифата Фаткулина. Ракетка, стол, сетка и белый шарик – вот необходимый набор для игры в теннис. А еще для спорта очень важен характер. Он есть у каждого из 50 спортсменов, приехавших на соревнования. Поражение опорно-двигательного аппарата нисколько не мешает им покорять вершины. С ракеткой Оксана Рыжковича два года. Она безошибочно отбивает мяч. Когда есть сила духа, инвалидная коляска – не помеха. Многочасовые тренировки помогают ей шаг за шагом добиваться поставленных целей. У каждого человека есть слабое место. Мы ищем их или нам подсказывает тренер. И когда мы их находим, мы пытаемся давать мяч туда, чтобы заработать очко, чтобы победу команде дать. Молниеносная реакция, отличное чувство дистанции и максимальная концентрация в каждом движении. Иван Карпов из Челябинска. Настольным теннисом занимается 9 лет. Охотно делится своими секретами. Здесь, говорит он, как и в любом другом виде спорта, главное – желание и упорство. В часы тренировок просто не вылазил из зала. Далее проработка разных техник, разных приемов, ударов. Соревнования проходят в новом спорткомплексе. Его площадь более тысячи метров, так что спортсмены могут свободно тренироваться. Комплекс, как и многие другие спортивные объекты, был построен в рамках целевой программы развития спорта. Параолимпийский теннис практически ничем не отличается от традиционного. Люди, вынужденные передвигаться в колясках, тоже выкладываются как физически, так и эмоционально. И для них фраза «движение – это жизнь» имеет большой смысл. И для здоровых, и для людей с ограниченными возможностями, в принципе, дает перспективы, развиваются все качества, работают все группы мышц, развиваются ловкость, выносливость, скорость, взрывная скорость, причем быстрота, реакция и так далее. Это помогает именно и по медицинским показателям, то есть это и зрение, и, скажем так, сбалансированная координация. По итогам соревнований первое место завоевали теннисисты из Москвы, второе – у команды из Ростовской области. И почетное третье место осталось за спортсменами из Челябинска. Победа на этих соревнованиях дает путевку на международные старты. Рифат Фаткулин, Андрей Шоклев, Республика. А сейчас полезная для зрителей информация. Производство дверей – не просто обычная работа. Это особое творчество, свой стиль, модный дизайн и интересные решения. Все это предлагает фабрика дверей Эстет. Линейка предложений от компании постоянно растет, встроятся новые цеха. Мои коллеги побывали в Цивильском районе и оценили масштабы производства дверей. Об этом и где в Чебоксарах можно купить экологически чистые продукты от местных производителей, узнаете далее. А я с вами прощаюсь. До завтра. В Чебоксарах открылся новый магазин здорового питания «Деревенский дворик». Уже четвертый по счету в республике. Мы поздравляем жителей Чебоксара с открытием очередного магазина «Деревенский дворик», где собрана продукция высочайшего качества. На первый взгляд на полках те же самые продукты, что и в любом гастрономе. Однако отличие есть, и оно существенное. Все продукты из натурального сырья, без консервантов и главное, произведены в Чувашии местными фермерами. Молоко, творог, сыры, колбасы, хлеб, соки, сладости и даже особенный чай из полезных трав. Ассортимент богатый. Свою продукцию здесь реализуют более 20 фермерских хозяйств из 10 районов республики, которым закрыт вход в крупные торговые сети по причине малых объемов. У нас в деревнях, в частности в Чебоксарском районе и, наверное, на всей территории района, в республике есть проблемы реализации продукции, которые производят владельцы личных подсобных хозяйств и семейные животноворские фермеры, и начинающие фермеры. Продукция, во-первых, это молочное и мясное направление. Первых посетителей встречали с поистине чувашским гостеприимством. Чебоксарцам предлагали попробовать мясные деликатесы из Батревского района. Сыры, изготовленные по итальянской технологии в Марпасаде, натуральный мармелад и полезный чай «Аван». Хочу купить. Потому что интересно, свежие продукты, наверное, от производителя сразу. Хочу попробовать. Беру творог, масло. Что-нибудь мясное сейчас возьму. Хорошо, что открыли рядом с вокзалом, рядом с работой. Я давно ждала, что он откроется в центре города. Это было мое пожелание руководителям. Я уже являюсь постоянным клиентом этого магазинчика. И мне нравится здесь, что все натуральное. И колбаса, и сыр. Ассортимент очень нравится. Всего очень много. И продавцы всегда объясняют, что вкуснее, что лучше. Что на салат, что так, на бутерброд. Очень нравится. И производители всех говорят. То есть, когда мы в первый раз пришли, нам так все понравилось. Мы просто влюбились в этот магазин. И развитие такого социального проекта по открытию торговой сети, реализующей местную нашу чувашскую продукцию, конечно, это очень важно. Во-первых, оно выполняет задачи, поставленные нашим правительством. Первое – это поддержка производства сельскохозяйственной продукции. Это очень важно в нынешних условиях. И второе – это обеспечение наших жителей Чувашской республики качественной местной сельскохозяйственной продукции. Сейчас магазины здорового питания «Деревенский дворик» работают на улице Привокзальная, возле МТВ-центра, в Радужном микрорайоне и Новочебоксарске. В планах – открытие торговых точек в каждом районе столицы. Фабрика межкомнатных и стальных дверей «Эстет» имеет огромное автоматизированное производство. 20 тысяч квадратных метров отводится на производственные площади. Это около 10 цехов. В этом происходит первичная обработка древесного полотна. Раскроечный станок всегда четко следует заданной программе и выполняет точный отрез. Затем детали покрывают высокопрочным специальным материалом. Переходим в другой цех. Здесь машины нарезают стекло и подвергают его обработке. Позже наносят гравюры. Так получаются интересные рисунки, которые украшают двери. Производство изделий полностью автоматизировано. Кадры – только квалифицированные специалисты. Кроме межкомнатных дверей «Эстет» предлагает на выбор широкий ассортимент металлических. Они могут быть любой сложной конструкции. Современное оборудование заточено под заказ. Ежемесячно производится около тысячи металлических дверей. Здесь давно вышли за рамки формата просто двери. Утонченный стильный дизайн, когда выверена каждая деталь, высокое качество материалов, уже 10 лет фабрика создает продукцию на любой вкус. Нужно увеличить полезное жилое пространство? Пожалуйста. Вот вам подвижные системы. Нужно замаскировать дверь под интерьер? Есть двери без наличников и за скрытым коробом. Этот участок вот еще новый, он полностью еще не расширился. Сейчас будет расстановка оборудования. На днях с рабочим визитом на фабрике «Эстет» побывал министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Генеральный директор фабрики Владимир Романов показал новый строящийся цех и рассказал о безотходных технологиях. Специальная машина под давлением сжимает опилки. Получившееся сырье упаковывают в мешки и этот продукт используется на предприятии вторично. Интересно, что они стоят на месте. Постоянно ищут какие-то новые решения. Одно из новых решений мы видим, что из отходов производства, которые образуются в фабрике, они отапливают все свои производственные участки. То есть мало кого найдешь, но таким образом подходят к соформированию в том числе и стоимости энергоресурсов и себестоимости продукции. Вообще у нас дверное производство на рынке Чуваши очень конкурентно. Мы, вот только наша небольшая Чувашская республика, примерно в российском масштабе, это 8% есть всех межкомнатных дверей. Это очень большой объем. Даже вот эта фабрика, где мы сегодня присутствуем, в день изготавливают 500 дверей. Сейчас на предприятии работают более 700 профессионалов. На работу людей возят специальный транспорт. Так как производство постоянно расширяется, то есть потребность в новых специалистах. Команда фабрики дверей готова обучать новичков нелегкому мастерству и делиться опытом. Подробную информацию о вакантных должностях можно получить по телефону 36 28 42. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова